Всем доброе утро из солнечного Узбекистана! Друзья, очередной кулинарный шедевр сегодня вас ждет. Вчера мы ходили вечером, ну, Федя, Таня, знакомые друзья, заведение. В него мы ходили уже, конечно, не один раз, я там не один раз снимал ролики, но Узбекистан богат на выдумку, на выдумку поваров, и реально очень понравился рецепт, как готовят куриные крылья. Я не знаю, что они делают, как они маринуют, но... Вот вы представьте себе, что вы едите арбуз, который поспел в августе. Это сочный, сладкий. Вот точно такие же были куриные крылья. Ребята обещали показать. Сейчас жду Федю. Вот он на своем объекте. Он главный куратор, курирует сантехников. А он, между прочим, курирует. Дает указания, приказы, проверяет работу. В общем, мы отсюда сразу направляемся в это заведение. Вечером невозможно там снять, потому что там очередь, реально очередь. Там люди стоят по 20 минут, чтобы дождаться этих крыльев. Крылья, но для нас выделят, я не знаю, там 20-30 минут. Я вам покажу эти наисочнейшие крылышки. На месте. Перед съемкой выпьем чаю. Здесь пока идут подготовительные работы. Весь день тут мясо, мясо, курицы. Здесь делают тандыр густ, мясо в тандыре. Здесь делают курицу в тандыре. Здесь делают самую вкусную чабанчу. Вот ножки, да, да. Вот ножки принесли. Вкусные вообще. Нет, смотри, какие мощные крылья, да? Это не от маленьких точно куриц. Здесь как-то... От мутантов. Мы на разных местах попробовали. Разные места жарят. Ну, здесь что-то по-другому жарят. Что-то они химичат, что сюда все люди идут. Все, наливайся чаючку. Чаечку, да? Вкусный. Но очереди здесь по сколько? Метров по 600 вечера? Километр. Километр? В России зеленый чай вообще не пью. Здесь только зеленый пью. Черный как-то так равнодушно к нему отношусь. Классно. И клопами не пахнет. Как говорят некоторые, зеленый чай не пью, потому что типа клопами. Повар, уйгун. Окей. Кто смотрел мои ролики, помнит, это очень-очень давно было. Я снимал свадебное помещение. Вы там готовили русскую кухню? Да. Рыбу готовили, по-моему, принесли нам. Запеченную. Да, да, рыбу запеченную. Объясните, пожалуйста, в чем секрет того, что эти крылья получаются сочными. Вот, они реально сочные. Не такое вот, я просто во многих местах здесь пробовал, приносят, ну, они прожаренные, но жесткие. А это получается как в KFC они получаются такие сочные. Есть какой-то секрет? Да, секрета у нас нет. Мы пока сейчас секрету нет, позвоним. Ну, не в маринаде дело, да? Да, в маринаде. В маринаде именно? Самое главное, маринад на нас, да, все нормально. А вот то, что температурный режим, там, правильно пожарить, в этом тоже, наверное, да, есть? Да, конечно, отличается. Сначала немножко обжарить его, вытащить его. Ну, эти два-три подбережать делать, ну, горячее. А-а-а, принцип, как чупанчу делают. Да, а потом уже можно второй раз на этом запекать, жарить и вытащить. Ну, крылья мощные, очень крупные. Да. На альтушке килограмм по 4, да? А вы здесь только крылья жарите или всю курицу целиком? Не, у нас тут только крылья жарятся, да. А остальные с тандырами пекают. Все, вот эту фалангу отрезают, это обязательно. Вот по специям скажите, что здесь? Соль, паприка, соль обычная, соль китайская, паприка, кориандр. Кориандр молотый. Зиры нету? Зиры нету, в этом нигде сюда. Сколько по времени должен мариноваться, должны мариноваться крылья? Должны мариноваться, где, час. Час. То есть они хорошо просто... Захочешь там сочный поесть, и сможешь побольше поддержать дело. Ну максимум, сколько можно держать в таком маринаде? Можно день держать, ничего не будет. Конечно, ничего не будет. Ничего не будет с ним. Паприку для цвета, да, добавляют? Да, для цвета, когда она поджарит, она дает красивый цвет. И майонез. Майонез. Майонез какой-то специальный или обычный? Обычный такой. Без всяких там лимонов. Она когда стоит на майонезе, она дает вкус. Майонез вкус дает? Она же такая жирная, ну жирная такая. Ну вкусная такая. Вкусная такая. Когда я обжарю, она сошная бывает. Ну, все хвалят здесь вот, в вашем заведении ножки. Все хвалят. Я реально вчера попробовал, я думал опять преувеличивать. Нет, они были очень сочные. Вот прям, как арбуз августовский. Ну все, полтора часа в прохладное место. Встретил подписчика арты как я. Вы на Дальнем Востоке, да, смотрели на вас? Нет, я отправил на Дальнем Востоке, в Москве, в Калининграде по всей России, друзья. А в России вы работаете или как? Я 10 лет жил в Москве. А сами Шахрисавске? Нет, я сейчас в Ташкенте. Столичный? Не с тобой, в Ташкенте, в Пскен есть такой город. Пскен? Да. Когда приедешь, вот, я тебе покажу наш особый манты. Манты не местные, из картошки. Ты обалдеешь, такого даже нигде нету. Вот тот самый цвет, да, фед, шоколадный, чубанче? Да. Четко. У тебя чувствуется жжение в желудке? Ты в предвкушении сочных крылышек? Ждем сейчас. Сколько ты можешь съесть крылышек? На голодный желудок, вот один. Пять штук. Пять крыльев. Пять крыльев, это сколько по весу? Полкило? Полкило, да. Сейчас ставка, да, Федь? Полкило, полкило мяса. Полкило клости. Ты тоже меньше пятны будешь есть. Ну... Пять штук точно приедешь. Ну, наверное, может. Могу, может, и десять есть. Да. Ну, вкусные, но... Это же не чубанча, не мясо. Ну, легкие. Это можно пять, шесть штук можно. Ну, так. Только что привезли свежак. Все это на чубанчу. Барашки до 15 килограмм. Сейчас готовится мясо и картошка. И вот этот мужчина, который подходил, к нему приехали гости из Казахстана, да? Да. Мы сейчас подойдем и спросим. И потом пожарят нашу партию курицы. Как им вообще чубанча здесь? Независимое мнение услышим. Чай был крепкий, мы просто кипятка налили полегче. Поинтересовался самое большое количество мяса, которое жарили. Это в день. Полторы тонны было. Это не считая курицы. Это сколько баранов пожарили? Сто баранов, что ли? Я не знаю, когда. Террозит, это террозит. Даже не успеешь, человек, считает. Но это предновогодние дни, да так? Круто. В общем, вот так вот выглядит готовое блюдо. Гости из Казахстана. Гости из Казахстана приехали, чтобы отведать мясо. Вы пи раз будете пробовать, да, чубанчо? Нет, вчера ели. А, ну раз вы здесь, значит понравилось. В городе вчера в Ташкент не видел. Пробовали, ну, это Ташкент, понимаешь? А Кашидаре, это Кашидаре. Это говорит оригинал, там и пробовали. Да, там поделка была. Приехали с оригиналом. Ну, да, в каждом регионе свое блюдо, где вот они, профи в этом деле. Хотел сказать, Федя, пробуй. Федя, попробуй, потом мы, а то вдруг там. Мы, когда зимой были, практически каждый день мы сюда ходили. Вот каждый день вечером. Каждый день, да. Еще вот такой момент, если вы заметили, здесь картошка с пузырьком. То есть, это такая специфика жарки. Как пончики. Да, да, да. Ее два раза в разных казанах ее готовят, и разная температура масла. То есть, в одном она поджаривается, и потом вздувается. Внутри вот такая воздушная прослоечка. Да. Ну, рука набита, да. Такую, я пробовал такую сделать, у меня получалось дома. И чупанчу я делал. Угощал ребят, всем понравилось. На казан тоже получилось. Как-то дома готово. Да, 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 да. Ну, это опыт. На самом деле, это опыт. Не забывай снимать, чтобы мои друзья видели. Вас обязательно вкажут. С Дальнего Востока, Свердловска, Москва, Питера, все. А, еще есть Саранский тоже. Мордовия. Мордовия. 13-й регион. А, 13-й это. Да. Не стесняйся. За приездом из Казахстана, но русский, да, таки. Да. Я говорю, ты же не русский, говорю. Он говорит, я русский, просто куда я еду, говорит, настраиваюсь. Становлюсь той национальности в Узбекистане я Узбекистане. Часто приезжаете в Узбекистан? Нет, на самом деле, хотелось бы чаще. Первый раз только. Ну и по работе, поэтому у нас сейчас почаще будет. Ну, сейчас вот комфортно. Летом, конечно, в июне вообще здесь. В конце июня-июль тут. В июне, когда. Кипятильный. Хотя и у вас там в Казахстане не прохладнее. Нет, у нас на югаха. За счет Далматы, за счет гор нам нормально. Вечером все, резкий спад идет. А днем забывают дни, конечно, когда на улицу не выйдешь. Ну как вам мясо? Вчерашний, да, я сказал, поделка была. Вчерашний сухой был. Этот хоть и пережарен сильнее, поджарен точнее, но он сочный прям нормально. Ну да, вот в этом вся фишка чупанчи. То, что... Видишь, он сперва пожарит, потом снимает. Понимаете, принцип какой? В одном Казане они закидывают в мощное накаленное масло мясо, образуется корочка, да. И за счет этой корочки сок внутри. И потом вытаскивают, кладут там на 2 минуты в тарелку. Мясо, ну, оно расслабляется. Если посмотреть, там внизу даже сок будет. Оно выпускает сок. И все, и прям на максимум до минуты еще раз закидывают, все, мясо готово. Определенный размер нужен. То есть, если большим куском не приготовишь. То есть, вот есть, я не знаю, какой-то, ну, сантиметр. То есть, чтобы она успела прожариться. Ну и все. Да, это у нас смешно. Хушки-лебзис, в общем. Подави тебе. А можно их посмотреть, как вот это выглядит уже? Вот так вот выглядят крылышки, друзья. Они замариновались. Ту партию, которую мариновали, она дальше продолжает мариноваться. А это уже готовые вариации. Вот здесь килограмм мы заказали. Нормальная такая чеплышка. Вот тут еще готовится какое-то блюдо, подушка из шокаров, да? Да, да, да. Шокаров. Ну, вот, скорее всего, мясо и картошка будут складываться на вот эту подушку. Ну, прошла минута, акашка. Ну, масло, сами видите, всегда раскаленное. И мощный огонь там поддерживает температуру масла. -Краска. Ага, все опасно. Что allez희? Да, да, да. -Üго, ты способ. Батый. Ну, наверное,home педы. Прошло 2 минуты. Это на сколько человек? На троих? На троих? Это что ли? На троих. Маловато, а как? Маловато? Ну это тандыр густа, знаю. А, да. Сколько минут они отдыхают? Две минуты? Две минуты. Сейчас закинули, вытащили две минуты, закинули и сколько? И три. Минуты три еще. А это масло какое? Пахта? Масло хлопкое. Все, готово. Ну да, цветы они прям обалденные. Шоколадные такие. А внутри они сочные. Той-то. Минуты. Минуты.